Мы продолжаем эфир телеканала МТЗ, Москва, телевидение, Западный округ, и у нас продолжается обучение живописи в стиле Усин. И сейчас художник Наталья Котова научит меня рисовать движение металл. Движение металл. А Андрей Щербаков будет наблюдать за тем, как процесс будет происходить. Я буду помогать. Так, я правильно держу кисть. Да, можете смочить еще раз. Уже у меня рука расслаблена. Да, да, да. Я слежу за этим. Хорошо. Так. Так. Кисточку затачиваем, убираем излишки. И сейчас мы будем делать движение металл. Это движение плавное, постепенное, делается у локтя. Гибкое, да. Я помню, Андрей, говорила. Движение гибкое. Быстро, как вы обучаетесь. Я очень внимательно слежу за всем. Это самое главное. И попробуем. Значит, кисть почти вертикальная. Вы рисуете сначала кончиком, присаживаете. Так, я посмотрю, как вы делаете. И опять кончиком. Так. Кончиком, глубже. Так. Угу. Так. Можно добавить еще одно движение. Сюда же. Только немножко по-другому сделаем. Вы попробуйте во время движения присадить кисточку, приподнять и опять присадить. Угу. Еще коротенькое такое. Еще одно. Третье. Угу. Так. И можно еще, пересекая все в обратном направлении. Да. Вот. Этим движением можно рисовать травинки. Да. Если они у нас тонко, кончиком кисточки нарисованы, значит, травинка повернулась к нам ребром. Да. Когда она поворачивается лицом, вы присаживаете кисточку, и получается широкое движение. Угу. Показать надо. Ну что же, вот такие травинки получились у меня. Ну, для первого раза не страшные. Хорошие. Очень хорошие травинки. Так, сравниваем. Это профессиональные травинки. Это мои. Ну, как-то немножечко похоже, да? Достаточно прострадала. Так, что еще в травинку мы можем добавить? Что мы можем добавить? Так, как вы способны ученицы. Давайте с Андреем вы пробовали движение дерева. Давайте это же движение попробуем сделать немножко по-другому. Сюда, прям в травинке. Вперед, кончиком кисточки. Возвращаетесь. Делайте движение вперед, движение дерева. Возвращаетесь. И делайте следующее. Угу. Потом возвращаетесь еще. Попробуйте. Кончиком. Угу. Возвращаетесь. Делайте отрезочек. По нему возвращаетесь назад. Делайте следующий отрезок. Возвращаетесь. По нему. Следующий. Угу. Еще. Буква Ви между ними. А, я поняла. Я немножко... Просто кверх ногами вам, конечно, не очень удобно. Да, это очень удобно. Вот так. Я поняла сейчас. Я просто... Да, кверх ногами... Вот. Теперь мы будем делать движение... Кривая травинка. Угу. Огня, который вы делали листья бамбука, но они там были прямые, да? Листья бамбука прямые. А мы сделаем это движение по дуге. Угу. Попробуйте. И мы это сделаем вот здесь. Угу. Так. А можно я нарисую еще одну травинку? Конечно. Вот здесь вот, да? Потому что это у меня не очень удачно получилось. На самом деле, этот сюжет мы рисуем два с половиной часа, а у вас сокращено до минимума. Угу. Так. Может быть, я вам так... Ну, вот я уже... Уже я... Вот так. Уже я поняла. Я немножко поняла. Так. Вот, и теперь сюда добавляете движение огня, но только по дуге, да? То есть мы рисуем такие цветочки. Ага. Лепесточки цветочков. Таким движением рисуется Дик Архедия 11. Классический сюжет. Там вот как раз вы показывали картины, там есть такой вариант. Вот. Вот это у меня поняли. Да, 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 да. Ага. И можно даже не один листик. Да, их можно вот как раз, да. В принципе, в природе это классическая орхидея, да, у нее пять листиков. Угу. Да. Вышные у меня получили орхидеи. Ну, ничего. И можно выйти за края листа здесь. И будет вообще хорошо. Вот здесь? Угу. О, отлично. Да. Вот ваша вторая картина за сегодняшний день. Удивительно увлекательное занятие. Удивительно увлекательное. Андрей, вы довольны? Результаты здесь. Хотя я еще раз скажу, что результат здесь совершенно не главное, как я уже поняла. И мне очень понравилось выходить за края листа. Очень важно, да. Вы говорите, очень важно все-таки ваше состояние. Да. И даже, например, да, вот, конечно, часто бывают, что там ученики, которым часто не нравятся свои картины. И это тоже очень важно. Это очень важно. И с этим тоже работаем. Да. То есть, вот, насколько сильно принятие своих картин, да. Ведь наш внутренний ребенок, он как настоящий ребенок, любит нас, он хочет, чтобы мы его любили в любом состоянии. И он хочет, чтобы его любили и красивым, и нежным. И когда он весь в страхах и какашках, все равно он хочет, чтобы его любили в таком состоянии. Вот и наш внутренний ребенок. И важно ему дать вот эту любовь, что мы его принимаем вообще в любом состоянии. и когда он шикарное что-то сделал, и когда он что-то другое сделал. Все имеет место быть, поэтому я все время говорю, что результат, конечно, не самый главный. Но, как ни странно, из-за этого он и быстро достигается. Скажите, пожалуйста, а вот приходят к вам какие-то, допустим, ученики, которых вы давно обучали, и которые стали уже, может быть, действительно профессиональными художниками в этом стиле? Конечно. Да, есть такие у вас уже последователи? Да, конечно, конечно, есть. А сами вы где-то выставляетесь? Да, вот по Москве. По Москве иногда, вот в других городах. Ну, вот в целом, в основном в Москве сейчас пока что. А в других городах это какие-то передвижные выставки? Или что, это мастер-классы? Ну, да, периодически. Получается, мы в Украину ездим иногда, иногда ездим в Беларусь. Там в Португалии, вот, кстати, поедем эту осень. То есть, ну, там, на самом деле, куда пригласят, туда ездят. А в Китае вы ездите периодически, да? Да, конечно, очень любимая страна. Я думаю, что Китай – это такое место, где еще, как бы, неисчерпаемые запасы и кладези творческого потенциала, и энергии, и мудрости. То есть, когда можно ездить бесконечно и все время узнавать для себя что-то новое, да? Да, тем более, вот, мы стремимся ездить, конечно, по непозаплеванным местам, потому что есть много тех, кто ездит в Китай, и очень много из них разочарованных, кстати говоря. Представляете? Не представляю. Приехали за эстетику из нашего мира, вот, московского, любви к Китаю, любви к чайной церемонии, любви к искусству, любви к этому. Часто люди приезжают и видят обычный быт китайцев. Их это огорчает. Огорчает, что они разочаровывают, понимают, что там, нет, ну, они понимают, что что-то не так. Но вот, на самом деле, мы ездим и не только в те места, какие, как Пекин, Шанхай, еще другие, где, в общем, все уже совсем не так. Но и там, где эта культура еще жива, вот, то есть, на самом деле, в китайские горы священные, в даотские священные места, в храмы мы там живем даже иногда часто. Ну, знаете, это вот восприятие любой страны зависит от самого человека, зачем он туда едет. Потому что кому-то не нравится Париж, кому-то Лондон кажется каким-то городом совершенно неинтересным. И это все зависит от того, что человек хочет там получить, понимаете. Потому что я тоже была в Китае, но я была с таким большим туристическим маршрутом. Была в разных городах, не только в Пекине, в Шанхае, там, Суджоу и Ханчжоу и Лаяни. Много-много сянь. Но я видела и быт китайцев, и бедность, и все. Но меня все приводило в восхищение, и мне везде было интересно. Да, это классно. Понимаете, мне везде было интересно. Потому что, действительно, это совершенно другая планета, это другая жизнь. А если смотреть, что в Шанхае, да, там есть небоскребы, а есть нищие, ну, есть. Ну и что? Смотря что мы хотим подчеркнуть из этой поездки. Да, тем более Китай – одно из немногих действительно мест, где до сих пор живы традиции, которым много тысячелетий. Конечно, очень много унесла с собой китайская революция. Но до сих пор есть вот эти традиции, и их можно найти. То есть, и вот этим мне нравится эта страна. Я думаю, что в любую страну, в любую неизведанную страну, нужно ездить прежде всего за каким-то познанием. Конечно. За тем, чтобы узнать что-то нового и развить в себе какой-то интерес, правда же? Да. А если ездить просто предвзято, ну, что там в этом Китае? Ну, тогда не нужно ездить никуда. Абсолютно так вот. Потому что сидеть дома и... Так что нам будет интересно везде. Ну, да. Еще раз говорю, спасибо большое за то, что были у нас в эфире. Всего вам самого доброго. Дорогие друзья, а сейчас у нас сюрприз. Я хочу, чтобы вы посмотрели на те работы, которые за время нашего эфира создала наша редакторская и режиссерская группа. Они тоже занимались техникой усин. Итак, вот что получилось у них. Покрупнее, пожалуйста. Андрей, как оцените Наталью? Очень классно. Да, здорово вот это повернуло. Очень классно. Но видите, как действует усина на людей? Насколько она вообще нужна? Это еще и заразительно, оказалось. Да, заразительно. Ну что же, еще раз спасибо вам огромное. Я надеюсь, что и зрители у телеэкрана занимались этим же самым. Я думаю, что уже много-много поклонников появилось у вас сейчас за время нашего эфира. Спасибо.